Сегодняшний день напоминает кадры из фильма жанре фэнтези. Массовый компьютерный сбой во многих крупных предприятиях и госучреждениях по всей стране. Перед хакерской атакой не устояли и системы организации, которые должны быть надежно защищены. Насбанка, Кадмина ГФС и даже Чернобыльской атомной. Впрочем, на час уверяют, людям беспокоиться нечего. Почти курьез, если бы не было так грустно. Вирусная атака парализовала даже сайт киберполиции, призванный защищать от сидевых монстров. С неудобствами столкнулись клиенты десятков торговых сетей и банков. Нам сегодня пришлось работать в чрезвычайно сложных условиях, поэтому если в эфире возникнут неполадки, заранее приносим извинения. Но мы попытались выяснить, кто виноват в кибератаке и как противостоять компьютерному агрессору. Все узнавала Павлина Василенко. Все началось в полдень. Компьютеры в госучреждениях и частных компаниях перестали работать. Завис сайт аэропорта Борисполь. Его директор в фейсбуке сообщил, что расписание рейсов онлайн временно недоступно. О том, что правительственная компьютерная сеть лежит, рассказал и министр Розенко. Кибератака коснулась десятка банков. НБУ у себя на сайте разместил сообщение, что это вирус. Он пока неизвестен и пришел извне. Атаке подверглась и редакция подробностей. На некоторых мониторах вот такая картинка красным по черному требует от владельца 300 долларов за вход в систему. Деньги можно перевести в долларах или биткоинах. Чтобы остановить вирус, приходится отключать все сетевые соединения и работать автономно. Это пока что незнакомый нам вирус, который не могу сказать, от кого был запущен. Просто идет отключение серверов и нельзя работать по сети, нельзя передавать данные. В частности, также задействованы в этой кибератаке и, насколько я знаю, интернет-ресурсы. Поэтому проблематично и с интернет-проведением это в частности. Коллапс и в новостейных редакциях коллег. Меня в этой ситуации влияет другая. Две годы, как в стране, реально лягло все. Ну, не все, скажем, часть критической инфраструктуры лягла. И две годы прошло. Это, фактически, независимая ситуация техногенного порядка. И за две годы, ни одной реакции с боку соответствующих структур, каких-то, киберполиции, службы безопасности. Проблемы возникли и в крупных торговых сетях. Кассы не работают. Лежит система и транспортных компаний. В новой почте, например, не отправляют посылки. Ближе к вечеру становится известно. Виной всему вирус-шифровальщик Петя А. От него пострадали более 80 компаний в Украине и даже соседней России. Эксперты называют его клоном, бушевавшего месяц назад в Европе вируса WannaCry. Этот вирус шифрует данные компьютера, а потом требует деньги за расшифровку. Атака считается опасной, потому что вирус копирует сам себя до бесконечности, если находят другие компьютеры, в которых есть аналогичная дыра в системе безопасности. Вирус поражает компьютеры на операционной системе Windows. Антивируса пока нет. Киберзаражение уже расследует киберполиция. До департаменту киберполиції, национальной полиции Украины, надошло уже близко 200 звернень про втручання в работу компьютерных мереж. Це звернення як від державних установ, так і від приватних установ. Такі звернення надходять і в Києві, і до региональных представниц киберполиції. Усі вони фіксуються. На місце виїжджають представники киберполиції, які працюють над протидією розповсування цього шкідливого программного забезпечення. Не столько парадокс, сколько свидетельства работы киберполиції. Там не смогли уберечь даже свои компьютерные системы. Эксперты же советуют не открывать файлы, присланные от незнакомцев, обновлять операционную систему и антивирус, і обязательно сделать резервну копию файлов. Павлина Василенко, Богдан Вербицкий, Лина Зеленская. Подробности телеканал Интер.